В эфире Углегорские новости. Здравствуйте, меня зовут Екатерина Петрова. Корреспонденты нашей редакции готовы подвести итоги этой недели. И вначале о главных темах выпуска. Тревога в школах Сахалинской области. Что случилось? И чаще всего такие телефонные террористы наблюдают издалека. Новый водозабор. Даже в снежную зиму работа тут не останавливается. Как проходит и как себя чувствуют те, кто не испугался новой прививки? В наше время мы боимся уже. А сейчас уже я ничего не боюсь. Сегодня с крыши дома номер два на улице лейтенанта Егорова в Ульгорске сошла снежная лавина. Ограничитель не выдержал натиска снега. В первый раз он сошел около 15 часов дня. Нина Стожарова находилась в этот момент во дворе. Чудом отскочила от снежных глыб. К счастью, женщина не пострадала. Зашумел снег, глянула сверху, падает. Свернуть некуда. Выкопан колодец. И стоит машина. Все. И засыпала в меня возле крыльца. Как говорят жильцы, дома от ударной снежной волны чуть не вылетели. Окна, дом дрожал. Это же тема по всему городу. Полчаса назад здесь дети со школы шли. Человек 15 здесь. Ну, маленькие. Первоклассники, второклассники. Вот они прошли, и сразу упал этот снег. Спустя полчаса еще одно ЧП. Снег с крыши обрушился на машину Тойота Королла. Что делать будете? При втором обвале задело заднее боковое стекло пассажирского сидения. Затем снег сошел в третий раз. Помялась крыша, лобовое стекло, задняя дверь. В этот момент на месте была наша съемочная группа. Им удалось все зафиксировать. На место происшествия приехали сотрудники полиции. О результатах мы обязательно расскажем. Понедельник, 8 февраля, школу Углегорского района эвакуировали из-за сообщения о минировании. То же самое произошло и во всех районах Сахалинской области. Проверку прошли 149 общеобразовательных учреждений. Правоохранительным органам поступила информация о минировании одного из учебных заведений региона. Велась проверка во всех муниципалитетах. Сообщение было от неизвестного лица и получено на материке. С уроков отпустили учеников первой смены. Дарья Кораблева продолжит. Пятая школа, Углегорск. Отменили занятия, эвакуировали учеников. Все это из-за ложной информации о минировании. То же самое во всех школах Сахалинской области. Назвать это шуткой нельзя. За такое грозит уголовная ответственность. За ведомо ложные сообщения готовимся к взрыве, поджоге и на их каких-либо действиях, которые могут создать опасность для гибели людей или причинение значительного имущественного ущерба организациям. Он оказывается у нас лишением свободы до трех лет, штрафом от 200 до 500 тысяч рублей. А также может находиться лишением заработной платы человека от года до полутора лет. Уголовная ответственность усиливается для действий в массовых местах, школах, больницах, в общественном транспорте. Лишение свободы до пяти лет, штрафы в два раза больше. Если шутка привела к последствиям, уголовная ответственность от 8 до 10 лет. Психолог Алена Чернякова знает, кто и зачем чаще совершает такие действия. Ученики школ и университетов. Основной мотив, который движет такими учениками, ну, первое, это, конечно, глупость, когда идут за компанией, кто-то лидер, кто подстрекает это делать. И второй мотив, конечно, это самоутверждение. Чаще всего такие телефонные террористы наблюдают издалека, как мечутся учителя, как работают сотрудники полиции. В этот момент они наслаждаются ситуацией. Ну, кто-то, конечно, и раскаивается о том, что сделал. Потому что они хотят разыграть полицейских, чтобы они специально приезжали в школу и они не учились. У восьмых, третьих и десятых классов были контрольные, может, поэтому. Если дети не задумываются о последствиях, это нужно сделать родителям. Как и заплатить случай, если организатора ложного вызова поймают. Вся тяжесть последствий, которая образуется в результате вот этих действий, она возлагается на родителей. И поэтому, в принципе, родителям стоит задуматься, чтобы их дети не думали такие шутки шутить. Потому что реальный ущерб, в общем, даже от проведения простой эвакуации в какой-нибудь школу, он может достигать значительных сумм, и гасить этот ущерб придется родителям. При обнаружении подозрительного предмета немедленно сообщите о находке в правоохранительные органы. В качестве камуфляжа для взрывных устройств используют самые обычные бытовые вещи. Единый телефон вызова экстренных служб – 112. И эти три цифры нужно набирать только в действительно экстренных случаях. Дарья Кораблева, Александр Гагаркин, Евгений Мелехов. Углегорские новости. Главный редактор углегорских новостей Зинаида Макарова стала гостем прямого радиоэфира «Комсомольская правда. Сахалин». Ведущих программы Павла Панченко и Евгения Кузовкова интересовала жизнь газеты и запуск телевидения. И как издательскому дому удается держать планку одного из лучших муниципальных СМИ Сахалинской области. Я несколько лет назад отработал какое-то время на Курилах, на Итурупе. И что районные газеты по телечку умирают, это мы в курсе. Но нет, нет, нет. Этот термин не про газету «Углегорские новости». То есть наша газета не умирает, и она умирать не собирается. Я этого не допущу, потому что газета востребована. То есть пока газета востребована, она будет жить и будет развиваться. Мы делаем, наша редакция делает максимально все для того, чтобы это было так. 18 сентября 2020 года в эфир вышел первый выпуск «Углегорского телевидения». Обсудили важность его создания для района. Естественно, мы живем в современном мире, поэтому мы открываем современные площадки. Пять лет назад открыли сайт «Углегорских новостей». Естественно, охватили все популярные соцсети. Ну, а телевидение открыть – это была моя давняя задумка, давнее желание. Конечно, много лет назад я это как к более-менее такой неосуществимой мечте относилась. Но в последние годы, года два-три назад я поняла, что мы созрели, это необходимо, и людям это действительно нужно. Поговорили о главных героях, читателях и зрителях «Углегорских новостей» о полезной критике для телевидения и газеты. Сейчас в соцсети, все пишут все, что хотят. Для нас это подспорье, нам еще проще. Раньше люди имели возможность только, я это время застала, оно чудесное, имели возможность только письма писать и звонить по телефону или лично приходить. А сейчас пишут, и очень часто честно. Бывает обидно, но это плюс огромный для нас. Ведущих особенно волновал вопрос о том, как происходит поиск новостей. Где находите новости? Вот все-таки 17 тысяч живет человек. Район все равно не очень большой. Где вы их находите? Тем более, что мы постоянно здесь сталкиваемся с ситуацией, когда мы для радио отбираем новости целыми часами. Смотрим, но ничего не происходит на Сахалине. Хотя «Углегорск» много пишет. Да, много. И мы из «Углегорска» берем. Как вы справляетесь? Новостей в море. На самом деле мы можем выпускать больше новостей, были бы силы и ресурсы. Бывают такие времена, когда на поверхности ничего нет. Работаем с людьми, находим новости сами. Всегда есть интересные люди, какие-то интересные природные явления, все что угодно. Жизнь постоянно что-то интересненькое подкидывает, и мы отрабатываем материалы, как я считаю, очень хорошо. Полная версия интервью доступна по QR-коду, который вы видите на своих экранах. В «Углегорском районе» стартовал второй этап вакцинации от коронавируса. Первым компонентом уже привили 900 человек, вторым – более 150. На сегодняшний день наблюдаются 14 пациентов с COVID-19, пневмонии – 26. Подробнее в нашем следующем материале. На Сахалин доставили еще 5800 доз вакцины от коронавируса. Массовая вакцинация идет уже третий месяц. 940 доз препарата доставили в Углегорский район за весь период прививочной кампании. Мэр Углегорского городского округа Сергей Дорощук прошел второй этап вакцинации. Я сделал вторую прививку и не жалею. У меня с первой прошло все хорошо. У меня не было даже повышения температуры. Я ее перенес достаточно легко. Поэтому рекомендую всем сделать прививку, обезопасить жизнь свою и жизнь своих близких и тех людей, с которыми вы общаетесь. Группа «Риска» 65+. Юрий Прикащев в среду сделал повторную прививку. Через 5 дней получит сертификат о вакцинации. В наше время мы боимся уже. Боимся, думаю. А сейчас уже я ничего не боюсь. Поставлю и будем дальше работать. Работники общеобразовательных учреждений тоже прошли второй этап вакцинации. Забота о себе, о коллегах, о детях. Главное в профессии. Во-первых, потому что я руководитель. И пока я сама не сделаю прививку, не пойму на себе это все нюансы, я не могу советовать своим подчинениям. Заботясь о своем здоровье, о здоровье своих и близких, я пошла на эту вакцинацию. Анастасия Мартынова полтора года работает во второй школе «Шахтерска». Приехала из Москвы, как уверяет сама, изменить обстановку. После двух этапов вакцинации была реакция – небольшая температура. На самом деле особо каких-то сомнений у меня не возникало, чтобы сделать вакцину. Потому что, во-первых, у нас в семье как-то так заведено, всегда все прививаются. Всегда я выступала за прививки. И почитала некоторые исследования, которые вышли этой вакцины. И, в принципе, у меня вопросов не стояло. Но у многих вопросы возникают. Самые часто задаваемые – что делать, если уже есть хронические заболевания? Любое хроническое заболевание, будь то сахарный диабет, будь то сердечно-сосудистое заболевание, или ожирение, или заболевание почек, или заболевание легких, они повышают риск тяжелого течения, развития осложнений и смерти. То есть люди с сахарным диабетом болеют так же, но если человек заболевает, то в 4,5 раза повышается риск летального исхода, смерти. От коронавирусной инфекции. И в 4 раза повышается риск тяжелого течения. В Сахалинской области зарегистрировано более 20 тысяч случаев заражения коронавирусом. 18 тысяч человек выписаны. Около 2 тысяч проходят лечение. Дарья Кораблева, Александр Гагаркин. Углегорские новости. Новые важные объекты должны построить в этом году для жителей Никольского. Наша съемочная группа проверила, как движется работа. У строителей в Углегорском районе временное затишье. Февральский минус и метровые сугробы снега диктуют свои правила. Основные работы на объектах сейчас внутреннего характера. Одна из таких строек – водозабор для села Никольского. Его возводят взамен существующей системы подачи воды. Работы возле скважин, расположенных усопок, приостановлены до схода снега. А вот будущая станция водоподготовки только снаружи выглядит безжизненной. В настоящее время работают три человека по укладке плитки пола и стен. В ближайшее время, в начале марта, мы планируем заниматься дорожным поводом. Завод скального грунта и планированием. А также монтажом оборудования насосной станции. Уже сейчас основная забота подрядчика – об устройстве дороги до скважин. Когда сойдет весь снег, грунтовка превратится в настоящую полосу препятствий. Преодолеть ее будет по силу разве что очень тяжелой техники. Именно поэтому сюда готовятся завести десятки тонн скального грунта. Водозабор для Никольского обойдется казне почти в 170 миллионов рублей. Основная часть суммы – средства областного бюджета. Напомним, закончить строительство по плану должны до 25 декабря 2021 года. Алина Голоскок, Евгений Мелехов, Углегорские новости. С 5 февраля предприятиям общественного питания Сахалинской области разрешили работать после 23.00. Из-за строгих ограничительных мер у ресторанов и кафе были большие финансовые потери. Теперь заведения будут восстанавливаться и возвращаться к привычному графику и доходу. О том, как бизнес мог пережить это время и каких правил будет придерживаться, в репортаже Елизаветы Кипарисовой. Рестораны, бары и кафе возвращаются к привычному графику работы. Но остается вопрос, смогут ли они вернуться к привычному доходу до пандемии. Счет, пожалуйста. Бизнес пережил не лучшие времена. Кафе и бары теряли от 30 до 90% прибыли. Почти у половины заведений общепита в России сменились владельцы. Кто-то был вынужден закрыться навсегда. Но некоторым все же удалось дождаться смягчения ограничений. Общим мнением коллективно пришли. Все-таки на доставку надо работать. Производилась доставка. Разнообразился ассортимент блюд. Немножко модернизировалось меню. В нашем штате, наоборот, за все время даже увеличилось число сотрудников на время пандемии. В привычной жизни возвращаемся, но медленно. Отмена цифрового пропуска и справки об отсутствии коронавируса для приезжающих в Сахалинскую область. Теперь смягчение ограничений на работу общепита. Однако это не говорит о том, что пандемия закончилась и можно не соблюдать меры профилактики. Во-первых, это входной термометрический контроль сотрудников этого предприятия. Ежедневно с занесением всех данных в журнал. Во-вторых, ношение масок и перчаток сотрудниками этих предприятий общественного питания. Использование всех дезинфекционных средств. Смена масок обязательно каждые три часа. Проведение текущей дезинфекции ежедневно. Проветривание. Но посетители готовы сидеть в кафе и ресторанах даже так. Главное – можно. Мы очень сильно обрадовались сразу. Первым делом проснулись и поехали сюда кушать. Потому что очень проголодались за все это время пандемии. Редкий гость в заведении подобных, но в те как раз редкие моменты, когда присутствовали на каких-то праздниках, хотелось, конечно, задержаться чуть дольше, чем 11 часов. Насколько сможем задержаться в кафе и барах, зависит еще и от нашей ответственности. Медицинская статистика не всегда гарант безопасности. Ковид уже доказывал свою непредсказуемость. Елизавета Кипарисова, Евгений Мелехов. Углегорские новости. Новый город, в котором все правильно может появиться, в Сахалинской области. Об этом рассказал в своем интервью-известии вице-премьер Юрий Труднев. По его словам, эскизы генплана уже готовы. Кроме того, он уточнил, что у губернатора островного региона есть целый ряд планов развития территории. Туда как раз и входит строительство нового отдельного города, связанного с портом Корсаков. Как будет выглядеть новый город точно неизвестно, но мы попробовали представить. Вице-премьер отметил, что деньги области есть, а Южно-Сахалинск не самый благоустроенный и комфортный город России. По плану будут приводить в порядок Южно-Сахалинск и возводить город, который сразу будет построен правильно. По вопросам рекламы, объявлений, бегущей строки вы можете обращаться к нашим специалистам. Телефоны 8 924 283 04 47 и 43 021. Ну а сейчас прервемся на рекламу. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Зима еще в самом разгаре. Насладиться ею вам поможет красивая натуральная шуба. Меховой сезон завершается. Именно сейчас на выставке «Меховые традиции» самое удачное время для покупок. Причин несколько. Первое. В следующем сезоне повысится цена на мех, поэтому вырастут и цены на шубы. Второе. Сейчас стартует грандиозная распродажа всего ассортимента со скидками до 50%. Шубы из норки, овчины, керли, нутрии, песца, лисицы и бобра, кардиганы, жилеты и шапки. Стильная коллекция курток, пуховиков и пальтое 100% шерсти. Приятный бонус при покупке шубы – пуховик на ваш выбор в подарок. На выставке можно оформить кредит без переплаты. Все проценты «Меховые традиции» оплатят за вас. Ждем вас на выставке с 10 до 19 часов. 12-13 февраля – Дыши и Шахтерск, улица Ленина – 12, 14-15 февраля – РДК «Октябрь», Углегорск, улица Победы – 132. Ассортимент изделий можно посмотреть в нашем интернет-магазине меховые традиции.рф Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 10 февраля девятиклассники России прошли итоговое собеседование по русскому языку, а это более 1 миллиона 400 школьников. В Сахалинской области 5489 учеников, в Углегорске явка была стопроцентная – 206 девятиклассников. Итоговое собеседование проводится в единый день во всех субъектах Российской Федерации и является доступом к государственной итоговой аттестации. Все школы получают задания в день собеседования, ученики видят их впервые. Ребята, которые получат незачет, у них будет еще две попытки. Попытка первая будет 10 марта, попытка вторая будет 17 мая. Если из третьей попытки ребенок не сможет получить зачет, то, скорее всего, он к экзамену допущен не будет. Собеседование сдаются детьми очень хорошо. Не такие там уже сложные вопросы и не такие сложные задания. Я думаю, что и прочитать, и пересказать – этому учатся с начальной школы. Сегодня в РДК «Октябрь» состоялся финал районного фестиваля конкурса «Виктория». Участвовать могли дети от 7 до 17 лет включительно. «Виктория» – это фестиваль песен военных и патриотических. Участники могли исполнить песню или прочитать стихотворение. В фестивале принимали участие ребята из общеобразовательных учреждений Углегорского района. Фестиваль у нас традиционный, ежегодный. Готовимся мы на протяжении года. Проходит он у нас обычно в начале зимы. Задача фестиваля – привить уважение и любовь подрастающего поколения к героям Великой Отечественной войны. Фестиваль этот сплачивает как-то детей, тем более дает им осознание, что они патриоты Родины. Подготовка к этому мероприятию их как-то сплотила, они начали перезваниваться друг к другу, гости как-то сдаваться. Конкурс проводится в два этапа – отборочной и основной, никакой фонограммы или дополнительной музыкальной обработки. Продолжительность чтения произведения минимум 5-7 минут в старшей возрастной группе, в младшей – от 3 до 5 минут. С 1 февраля стартовал прием заявлений на путевки в детские лагеря. Запуск оздоровительной кампании в Сахалинской области планируется с 1 июня. В этом году 300 детских лагерей региона будут работать в режиме без ограничений, заявления от родителей принимаются онлайн. Ссылку на сайт вы видите на своих экранах. Большую часть путевки, а именно 85%, оплатит государство. Детям со сложной жизненной ситуацией путевки оплачиваются полностью. В этом году отдохнуть смогут более 2,5 тысячи сахалинских ребят. Квота для Углегорского района – 78 путевок. Пока есть только 17 заявок. Свободно – 61 место. Согласно уже поданным заявкам, жители Углегорского района выбрали три лагеря. Это Чайка, Юбилейный и Лесное озеро. Прием онлайн-заявлений продлится до 22 февраля. Реестр принятых будет размещен 10 марта. Перейти на карты национальной платежной системы МИР нужно всем получателям социальных выплат. Переход планировали осуществить еще в прошлом году, но в связи с пандемией продлили переоформление до 1 июля 2021 года. Всем, кто получает выплаты от государства, важно понимать, на другие банковские карты перечисления производиться не будут. Оформить карту МИР можно практически в любом банке, а затем нужно направить новые реквизиты в Центр занятости населения по месту жительства. В прошлом году правительство Российской Федерации в целях защиты платежей рекомендовало гражданам, получающим социальные выплаты на иностранные платежные системы, осуществить переход на национальную платежную систему МИР. В перечень социальных выплат и пособий входят более 40 выплат и пособий, в том числе пособия по безработице. В редакцию Глегорских новостей наградили победителя конкурса «Тащи удачу». Все подробности далее. Радость настоящего рыбака не только отличный улов, но и возможность рассказать о нем. Воспользоваться шансом решили 12 человек. Это участники редакционного конкурса «Тащи удачу». К вопросу подошли творческие, присылали не только фото, но и видео. Определиться с победителем в жюри было сложно, но необходимо. Главный приз достался Ирине Каратеевой из Шахтерска. За снимок сделаны в селе Москальво Ахинского района. Награда за победу – сертификат на 5000 рублей в один из магазинов от предпринимателя Тамары Асачи. Ирина – рыбак со стажем своей жизни без зимних посиделок на льду уже не представляет. Когда рыба ловится, то есть ты уже ничего не замечаешь, что мерзнут руки, ноги, нос и щеки. От положительных эмоций, которые при рыбалке ты получаешь. Приз зрительских симпатий в конкурсе взял Евгений Васильев. За его ролик про рыбалку на Сахалинском севере проголосовало большинство пользователей сайта углегорск.ньюз. От предпринимателя Андрея Трофимова Евгений получил сертификат на 3000 рублей. И как настоящий рыбак тут же отправился на лед. Рыбалка – это состояние души. Ты приходишь на лед, хочешь поймать свою самую большую рыбу. Ну и побольше. Ледовая обстановка в Углегорском районе в этом году не самая лучшая. В погоне за уловом местные рыбаки готовы преодолевать сотни километров. Ближайшие планы рыбацкие – это поселок Охотское Корсаковского района. Сейчас там сезон вовли зубатки. Душат зубаря. Душат зубаря. Ой, как душат. Рыбалка без остановки. Это не ты его душишь, а он тебя. Глубина там 30 метров. Расстояние 5 километров моря. Кто пешком, кто на снегоходах, кто на чё горас. Когда ты нарвешься на этот клёв, вот так вот раздеваешься на распашку, бросаешь перчатки и просто начинаешь махать, 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 короче. Нелегкое это дело. Сезон зимней рыбалки на Сахалине еще не завершен. Но настоящие рыбаки уже планируют, куда отправятся летом. Ведь у луфа этого года должен быть точно не хуже, чем прошлого. На речку Ясинга. Вот такой вот галец. Вот такая вот глубина всего лишь на речке. И не успеваешь забрасывать одну за одну. Одну за одну. Блин, бомба. Бомба. Алина Голоскок, Дарья Кораблева, Александр Гагаркин. Углегорские новости. В Углегорске на этой неделе разобрали новогоднюю елку. По традиции, перед праздниками в Углегорском районе установили искусственные ели. Ранее планировалось убрать символ Нового года 1 февраля. Но из-за непогоды демонтаж елки откладывался. Для этого задействовали одну бригаду специалистов и спецтехнику-вышку. Разобранные конструкции отправят на склад до следующего Нового года. Районный дом культуры «Октябрь» объявил набор в группу изучения китайской культуры для детей и взрослых. Уроки помогут расширить кругозор и погрузиться в национальный колорит. Опытные преподаватели расскажут о мифологии, истории и культуре Китая. Запись по телефону 43 302 8 923 549 99 28. Занятие будет сопровождаться каллиграфией, чайной церемонией, основами боевого искусства и другими аспектами культуры Поднебесной. История, философия, мифология, религия Китая – все это неотъемлемая составляющая наших занятий. Плюс это еще может быть семейным досугом. Это были Углегорские новости. Далее смотрите прогноз погоды с Надеждой Скорбогатовой и проект «Старая пленка». Мы продолжаем показывать уникальные кадры истории Углегорского района. Если у вас сохранились архивные видеоматериалы, вы можете поделиться ими. Для этого нужно обратиться в редакцию Углегорских новостей. Мы готовы оцифровать, сохранить и показать ваши исторические кадры. Все оригинальные носители возвращаются владельцам. Я на этом с вами прощаюсь. До скорой встречи. По прогнозу ГИС Медио завтра в Углегорском районе ожидается пасмурная погода, небольшой снег. Днем температура будет нулевая, ночью опустится до 9 градусов ниже нуля. Порывы ветра до 8 метров в секунду. В воскресенье ожидается переменная облачность, небольшой снег. Днем минус 2 градуса, ночью минус 8, ветер до 6 метров. В понедельник также переменная облачность, температура днем минус 1 градус, ночью 9 мороза, ветер умеренный. Во вторник по прогнозу будет пасмурно, мокрый снег, днем плюс 1 градус, ночью минус 4, ветер усилится до 25 метров в секунду. В среду и четверг прогнозируется пасмурная снежная погода, днем минус 2-3 градуса, ночью минус 6, ветер до 18 метров. В пятницу ожидается пасмурная погода, снег, температура днем 3, ночью 6 градусов ниже нуля, порывы ветра до 20 метров в секунду. Это был прогноз погоды на неделю. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok